Примерно с июня, ну точнее не примерно, а вообще с июня, ну примерно с первых чисел июня колбаски поколений выходят в немножко измененной по внешнему виду упаковке. Это связано с тем, что там акция, короче, ну я не буду как бы делать рекламу, говорить, вот что там за акция, какая фигня. Просто у них там специальная акция, и они изменили немножко вид пачки. Вот, но по вкусу они остались такие же, что хорошо, потому что мне они очень нравятся, вот. И также с начала июня выпускаются новые колбаски с шашлыком, которых пока еще нигде нету. К сожалению, сейчас вот конец июля, пока их еще нигде нету, вот. Но я хочу показать, как теперь выглядит пачка, какие изменения вообще. Ну, значит, на примере колбасок с горчицей. Вот старый образец, и вот новый. Вот, вот это старый, а вот это новый. Тут сразу мы видим полоску, написано моментальный, здесь и сейчас. Это как раз полоска, это связано она с акцией. Вот. Еще, вот это новый вариант. А вот на этом старом варианте, когда началась акция, тут был круг наклеен. И тут было написано про акцию. Вот. Потом они стали выпускать такие, где уже новый, где уже новый дизайн. Вот. То есть, как только началась акция, стали прикреплять на старый дизайн. Вот. Потом стали выпускать новый. И тут уже такая полоска. Значит, вот чем они отличаются. То есть, ну, во-первых, желтые полоски, вот на новом, да. Во-вторых, мы видим то, что размер. То есть, на старом варианте колбаски сами нарисованы крупные, а тут они поменьше. Вот. Тоже вот написано горчица. 100% натуральные ингредиенты. Ля-ля-ля. Вот. И сама горчица тоже. На старом варианте она покрупнее, да. А на новом она поменьше. Это вот передняя сторона, как выглядит. Вот. Вот это старый вариант. Вот это новый. Дальше сбоку как. Например, вот бок старый вариант. Вот новый. Ну, тут тоже на новом везде полосы. Вот. Значит, на старом варианте тут на боку написано на разных языках. Значит, тут у нас русский, ГБ, УА, украинский БУ и МО вроде. В общем, на нескольких разных языках написано. Колбаски Пиколини, состав. Вот. На новых, на новом варианте, на этом боку написан не состав, а тут пачки, какие есть. Какие есть колбаски. Вот тут бекон, сыр, новые с шашлыком новинка. Значит, чеснок и чили. Годен не более 120 суток при температуре от 0 до 20 градусов Цельсия упакованы в защитной среде. Вот. То есть, на старом варианте, там где написан состав, тут теперь не написано ничего, а указаны просто какие пачки бывают. Вот. Если взять другой бок, то на старом варианте, вот, они оба похожие. Вот. Оба. На старом варианте, на другом боку, тоже на разных языках написан состав. То есть, продолжение. То есть, на одном боку написан состав на разных языках и на другом боку. Плюс тут указан 70 грамм вес. Вот. А на новом варианте то же самое. То есть, как бы, первый бок на старом варианте, это один состав на разных языках. А на новом, это перечисленные пачки. А другой бок, на новом варианте, тоже написан вес и тоже написан состав. И на старом варианте, на другом боку, тоже написан состав. Только на старом варианте, на другом боку, написан состав не на русском языке, а на других языках. И стоит вес 70 грамм. На новом тоже вес 70 грамм стоит, но тут только написан на русском языке состав. Вот. То есть, на старом дизайне состав написан на нескольких языках. На новом дизайне состав написан только на русском языке. Вот. Видимо, они решили, что всем пора знать русский язык. Кто не знает русский язык, это как бы ваши проблемы. И, значит, да, кстати, передний вариант, старый, значит, в старом дизайне спереди написано, сколько срок годности, какой срок годности. Вот. А на новом варианте написан адрес изготовителя. То есть на старом варианте был срок годности, на новом адрес изготовителя написан внизу. А на старом варианте адрес изготовителя был написан на задней стороне. А тут на задней стороне изготовитель не написан, потому что они его принесли наперед. То есть как бы так получилось. На новом дизайне изготовитель написан впереди, на старом дизайне он написан сзади. Вот. И сзади пачка новый и старый вообще по-другому выглядит. Вообще. Вот старый. Мы тут видим то, что тут на старом дизайне перечислены колбаски, какие есть. На новом дизайне колбаски, все виды, они сбоку находятся. А сзади тут у нас идет чисто описание акции. То есть, вот как выглядит задник. Вот это старый вариант, вот это новый. Совершенно по-другому. Тут еще плюс полоска на новом варианте акция. Связано с акцией. Тут какие призы, можно выиграть всякая реклама. Вот. Изготовлены и упакованы даты изготовления тоже взади. На том же самом месте, где и она и была, в принципе. Рядом со штрих-кодом. То же самое. Вот. Только на старом варианте даты изготовления и штрих-код, они под пачками нарисованы, под пачками написаны. Вот. А на новом варианте они написаны под рекламой акции. То есть, как бы вот. Вот такая разница. И тут еще написано. Вот. Когда я в первый раз увидел колбаски, я их купил. И я сразу на пачке, мне понравилась сразу фраза. То есть, я как только их взял в магазине, да. Я повернул назад. И первая же фраза, вот на старом дизайне, наверху написано. Алгоритм простой. Ты голоден? Значит, надо перекусить. Мне эта фраза понравилась. Действительно, просто и элементарно. Как бы все гениальное просто, да. Просто и элементарно. Ты голоден? Ну, значит, надо перекусить. Понятно. Вот. Мне эта фраза понравилась. На старом дизайне она наверху написана. На новом дизайне она написана внизу под штрих-кодом. Вот. Внизу под штрих-кодом тоже. Алгоритм простой. Ты голоден? Значит, надо перекусить. Шаг первый. Оцени пользу. Шаг второй. Найди свой вкус. То же самое. Шаг третий. Поделись с друзьями. Вот. Я, значит, конкретно это все читать не буду. Если кому интересно, я сделаю видео отдельно. Я прочитаю все, что написано на пачках. И сравню, какое есть отличие. Ну, это, в принципе, я думаю, нафиг кому надо. Просто внешний вид, он немножко поменялся. Вот. Спереди. Вот старый. Вот новый. Новый. Вот. Сзади. Тоже. Вот. И сбоку. Вот бок здесь. И вот бок здесь. Вот. Это, например, горчицы, но какой бы вкус ни был, выглядит все одинаково. Просто тут горчица, тут нарисована горчица. Если бекон, нарисован бекон. Если чеснок, нарисован чеснок. И так далее. Вот. Все. Больше ничем они не отличаются. Я, блин, не знаю, когда у нас появится колбаска с шашлыком. Ну, сейчас какое число? Сейчас 21 июля. Выходят они примерно с первых чисел июня. То есть, практически сейчас, если июль закончится, то, считай, пройдет целый июнь, пройдет целый июль, пройдет два месяца. Я думаю, что, как бы, ну, если они за месяц не появились, то за два месяца они должны появиться, как бы, я так думаю. Не знаю, с шашлыком. Они новые вообще. То есть, как бы, то есть, смотрите. Новый дизайн выходит с начала июня. Вот такой дизайн с полосами. С этими полосками. Примерно с тех же чисел июня. С начала июня выходит колбаска с шашлыком. Понимаете? Но новый дизайн обычных колбасок уже у нас в магазине есть. А с шашлыком колбасок еще нету. Хотя выпускаются они в одно и то же время. Понимаете? Вот. То есть, как бы, по идее, если колбаски с новым дизайном выпускаются в начале июня, у нас уже с новым дизайном они есть. Колбаски с шашлыком тоже выпускаются с начала июня. Они у нас тоже должны уже быть, а их нету. Вот. Но у нас эти колбаски очень популярны. Нам всегда привозят целую кучу. У нас есть все виды абсолютно. Их по несколько штук. Например, горчица штук пять сразу. Чеснок штук пять. То есть, у нас просто целая куча стоит все колбаски есть. То есть, по идее, шашлык у нас тоже уже должен появиться. У нас колбаски очень хорошо разбирают их, заказывают в магазине. Каждую неделю они есть всегда. Вот. То есть, по идее, с шашлыком тоже должны уже появиться. Вот не знаю. Обычные все. Все новые. Все новые. Абсолютно. Вот какие есть. Чеснок. В общем, все виды, какие есть. Новые уже появились. Новый дизайн. Всех видов. Абсолютно. Но с шашлыком так до сих пор и нет. Вот. Такая вот история. Субтитры создавал DimaTorzok.